максимальная скорость у этого самоката 48 километров сильно отличается от тех которые я видел раньше он они показывали максимум 30 ручные тормоза двойные причем лепесток может тормозить брейки с там это газ и он же это виду то есть можно им тормозить двойной тормоз фара колеса амортизаторы регулируемое сиденье регулируем руль по высоте для детей легко подойдет для взрослых мне удобно с моим метр девяносто пытаться так вот а ну Брэйк, брэйк, брэйк. Всё как в настоящем мотоцикле, всё продумано, сделано отлично. Сиденье мягкое, амортизируемое. Амортизаторы тоже здесь есть. Кочки можно скакать спокойно. Конструкция очень жёсткая. То есть такое прикольное средство передвижения. Мне очень нравится. Катаюсь здесь уже второй или третий раз в разных местах, беру, тестирую. Тема обалденная. Самое главное, что он маленький и лёгкий, в отличие от электровелосипедов, которые с собой в машину трудно будет кинуть. А этот? Максимум. Одной набой поднимаю. Максимум килограмм 10-12. Сколько килограмм? 16 кг. Достаточно лёгкий, учитывая то, что он с сиденьем. В общем, прикольная модель. Это пока лучшее, что я увидел. вот эта вот ручка жестко в остальных в остальных которые я тестировал она расхлябана не создается впечатление конструкции управляемости здесь же четко все управляется гоняется под наклоном тоже очень устойчивый а вот the battery 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 is mean Samsung LG and Panasonic Panasonic 48 километров на 30 километров хватает вот но учитывая то что он мощный этого вполне достаточно тайвань многие детали сделаны в тайване ручки тормоза там что-то показывал